Котлеров, Кривенко, Блинов, Барышников, Шаповалов, Абрафимов, Голик, Голубя. Ребят, а что вы знаете об этих людях? Прежде всего, они участники Великой Отечественной войны, и они погибли, защищая Родину. Ученики Кневичанской школы номер 22 часто приходят к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны и живых не забывают. У нас есть волонтерское движение, это мы собираем со школы учеников, которые в первую очередь помогают, допустим, ветеранам, пенсионерам. У нас есть номера ветеранов, которым помогали уже в этом году. Кроме этого, школьники следят за состоянием памятника и чистотой на прилегающей территории. Обустраивали и помогали в обустройстве. Были высажены клумбы, деревья, растения. Цветы, елочки, убираемся вокруг памятника. Чувство ответственности есть не у всех, даже взрослых. К сожалению, находятся и такие, кто относится к памятнику, как к обычному сельскому скверу, месту развлечения. Это все зависит от того, как воспитаны дети. И в первую очередь от родителей. Они не рассказали детям историю своего государства о том, какие люди здесь были и ради кого поставили памятник. К дню Великой Победы 9 мая силами администрации, управления благоустройства, школьников и неравнодушных жителей села Кневичи был проведен частичный косметический ремонт памятника. Покрашен фасад. Заменены пришедшие в негодность плиты, высажены кустарники и деревья. Традиционно в России дерево считается символом памяти. Мы продолжаем посадку деревьев, сад памяти. Нам не стыдно, какой вид у нас вокруг мемориала. И мы продолжаем в этом плане работу. В ближайших планах установка дополнительных скамеек и урн, выравнивание грунта, прокладка дорожек вдоль аллей и ограждение территории сквера. Для того, чтобы нам определить какую-то картинку самого все-таки мемориала, продолжить посадки, это кустарник. У нас продолжение будет с переема высадим. Также сформировать с учетом уже плана благоустройства определенные зоны, может быть, комбы сделаем. То есть это все у нас потихонечку, то есть в плановом порядке мы будем работать. Ну и также деревья будем высаживать. Учитывая негативную природную среду, заболоченность почвы, наличие домашних животных и крупного рогатого скота, а также строящуюся площадку для массовых мероприятий, составлен поэтапный план озеленения и благоустройства территории вокруг памятника. Очень хочется, мне вот здесь все-таки предложение, мы посмотрим, опять же, по приживаемости дерева плакучую иву. Посадить все-таки мемориал, все-таки плакучая ива, чтобы и для нее здесь более или менее благоприятная среда, она растет все-таки на такой местности, равнинной, где преувлажненная почва. Пока взрослые, ответственные люди планируют и составляют сметы, школьники высаживают цветы. Никто их не просил и тем более не заставлял. Это и есть сохранение памяти и преемственность поколений. К тому же живые цветы на клумбах – это красиво. Останется только поливать и ухаживать. Александр Наточев, Денис Наддельный, Амир Зинатулин. Городские новости, телеканал «Лента».